Привет вам всем еще раз! Сегодня я хочу с вами заняться садово-огородными делами. Как вы знаете, мы все движемся к весне, нам уже хочется, чтобы растаял снег, появилась какая-то травка. Мы так все соскучились по зелени, что мы очень хотим, чтобы наступила уже весна. И поверьте, мне очень хочется, чтобы быстрее уже прошел февраль, наступил март, апрель. Апрель для меня вообще очень такой торжественный праздник, потому что в начале апреля у меня день рождения. То есть я такая весенняя дама, и поэтому я всегда рада весне. И сейчас я вам покажу, что я придумала и что я хочу сейчас делать, чтобы у меня дома уже началась быстрее появляться зелень, и чтобы у меня было быстрее приближение весны. И сейчас я хочу посадить лук. Лук на зелень, чтобы у меня росли зеленые перышки. Понятно, что можно все купить в магазине, но я решила в этом году, что я попробую это все производить дома, чтобы у меня хоть какая-то зелень была дома. Там лук, может петрушку посадить там, может там немножко укропа кинуть, несколько семян, чтобы все это заколыхалось. Потому что всегда приятно, когда ты на кухне крутишься, варишь там какой-то борщ или еще что-то, у тебя есть зеленый лук, ты там срезал 2-3 перышка и кинул там в свое блюдо. Это очень приятно. Ну, или беги в магазин и покупай в магазине пучок там какой-то зелени. А я попытаюсь это сделать, посадить, чтобы это у меня росло дома. И вот для всего этого удовольствия у меня есть вот такая вот емкость. Мне сегодня девочки с магазина цветочного преподнесли вот такой лоточек, подарили. Я купила вот такой лук, хотела как бы еще мельче найти, но мельче уже не нашла. Ну, вот нашла вот такой. Взяла немного, буду постепенно покупать лук и постепенно буду сюда его подсаживать. И как-то в одном из видео я вам говорила, что вот покупая сельдерей, вы его используете, а вот корешочки не выбрасывайте. Его можно воткнуть в землю и посадить. Вот видите, вот видите, вот сейчас покажу. Вот уже они зелененькие стали на земле. То есть листики сельдерея, веточки, они уже начинают давать свои росточки. И со временем они как бы, и со временем они дадут листики, куда можно их там в салат или просто крошить там любое блюдо. И вот сейчас у меня земли немного. Вот осталась у меня земля от пересадки цветов. Сколько есть, я сейчас ее все тут немножко распределю. Я землю потом пойду куплю еще. Но вот этот лучок у меня, который есть, я постараюсь посадить. Вот в эти вот ячейки я уже насыпала земли, я ее всю пролила. И теперь я вот буду вот такую вот брать луковицу и буду вот сюда присаживать. Вот так вот ее просто, просто плотненько вот так вот раз и все. Так вот прям брать. И корешочками вот так посадить. Луковки сами приживутся. Дадут корешочки. Можно было макушечки обрезать, но я не буду обрезать. Пусть естественным путем стрелочка луковая сама пробивается. Вот так вот. Еще потом докуплю лука, докуплю земли и здесь еще досажу. И у меня вот я уже прямо представляю, как у меня будет свой такой, знаете, домашний огородик. Скажем, за окном еще будет холодно, будет снег или там еще какая погода. А у меня дома будет зеленые витамины свежие. Здесь у меня уже сельдерей, я его тоже сюда пересадила. Будет сельдерей. Ну вот осталось у меня здесь вот пустые гнезда. Я потом досыплю земли сюда и буду лук высаживать. То есть как лука в коперышке, да, зеленую, конечно, будет вянуть сама головка. Я ее буду выбрасывать, а на это место буду сажать новые. И так вот у меня будет постоянно свежий лук. Можно даже укроп не садить там, не с петрушкой, потому что эти растения очень долго растут даже в садах, огородах. А лук он очень быстро будет пробиваться стрелочкой, это будет вылазить. Ну вот такое вот у меня начало моего огорода. Так что вот, поздравьте меня. Если понравилось, ставьте классы, будем обмениваться, будем смотреть ваши зеленые огородики на ваших окнах. Вот. Ну вот такое. Что-нибудь потом посажу, буду высаживать, я вам буду еще показывать. Все, с почином меня. Ставьте класс, пальчики поднимайте, ручки вверх, если понравилось. Так, и что еще хочу сказать, более такое приятное тоже хочу сказать, это по поводу зеленой травки. Сейчас в офисах, везде в компаниях, очень красиво смотрится, уютно на столах такие горшочки, вот с такой зеленой травкой. Это тоже как бы радует глаз, поднимает настроение. Вот. У меня есть такая травка, это овес, это травка для птиц. Вот. Я ее приобрела, я ее сейчас замочу, она вот такая вот, она у меня набухнет, проклюнется, я ее замочу и тоже посажу ее, просто как такая, знаете, интерьерная травка, вот прям вот в эти вот, вот у меня освободились кашпо, вот такие вот, посажу вот в эти кашпо. И у меня будет колоситься вот такая травка, она просто чисто такая, знаете, ну, такая успокаивающая и приятная для глаз травка, вот такая вот. Так что, если вы хотите порадоваться, то, пожалуйста, можете тоже посадить, можно также пшеничку купить, простую пшеницу посадить, и у вас будет очень красивая. Вот у нас на работе, например, на каждом столе стоит маленький такой, знаете, стаканчик кашпо маленький, и там растет вот такая вот зеленая травка. Ну, настолько красиво, заходишь на столе, стоит зеленая травка растет. Вообще обалденно красиво, смотрится и приятно, и эстетично. И вот я тоже решила посадить, вот. Ну, вот тоже, если понравилось, ставьте пальчики кверх. То есть, давайте в своих домах что-то будем такое благородное и оживляющее. Уже эта зима надоела, нам снег надоел, давайте будем себя оживлять и сами себя будем радовать. Я вот замочу, я замочу, и потом, когда я буду высаживать вот протекнувшиеся вот эти вот, да, зернышки вместе с вами, я вам покажу, как можно посадить. И мы с вами вместе потом посмотрим, как это будет расти, чтобы вы как бы поняли, да, что это действительно стоит делать, это очень красиво.